Надо отправиться чуть назад, как раз в 1800-е годы. Часть средств, которые Екатерина дала кредитом, город пускает на покупку часового механизма семейства Эль-Стрёх, с которыми я не договорился. Как раз-таки вы можете обратить внимание, что отверстия под циферблаты, которые смотрят на запад на Лостров, они аккуратненькие и кругленькие. Аккуратные, хорошо проделаны. А вот те, которые смотрят на юг и на север, они более такие сжатые. Ну, потому что они были проделаны уже после того, как башня была построена. Стены прошивали позже. Почему вы выбрали в целом механизме семейства Эль-Стрёх? Все довольно просто. Есть две причины. Во-первых, семейство Эль-Стрёх довольно знаменитое в то время финское семейство, которое производит часы наравне с швейцанцами. Правда, подешевле. Живут они до сих пор в небольшом финском мануфактурном городе, до сих пор производят часы, где были сталь-литейные заводы, металлопереработка, ну, где же еще часовчикам приходится. А вторая причина – у них в Выборге был свой собственный часовой магазин, где были специалисты по ремонту часов и была налажена система саписок частей. Поэтому логично, что надо заказывать те, которые как можно быстрее починят. Механизм был качественный и его приходилось стабильнее. Продолжение следует...